Дорогая церковь, народ Божий, братья и сестры, приветствую всех вас с любовью Господа Иисуса Христа. Мир вам! Мы сегодня имеем чудесное время. Бог даровал нам время молиться перед Господом. И я буду читать прежде всего Слово Господнее, и мы немножко вникнем и придем к молитве. Иван, Леолуки, 11 глава, 1 стих, 2 половина. Господи, научи нас молиться, как Иван научил своих учеников. Аминь. Имея это служение перед Господом, мы слышим Слово, которое Бог дает нам сегодня, это благодарствие. Благодарить Бога и понимать, что мы живем сегодня в такой период, что люди благодарят, и особенно в нашей стране, в которой мы живем. И это хорошее чувствование, что мы, понимая это, и напоминаем себе о том, что мы должны благодарить Бога. И не только мы, и наши дети, и молодое поколение. Мы много слышим о молитве, братья и сестры. Мы много говорим о молитве. Мы слышим много, знаете, такой теологии о молитве. Возможно, даже больше того, что слышали наши отцы. Я вспоминаю когда-то о служении времен наших отцов. Я видел, просто читалось Писание, Слово Господнее. И люди вставали на молитву, и приходила милость Господня. Сходил Дух Святой, приходила благодать Божия, и приходил ответ на молитвы. На сегодня мы можем говорить 15-20, полчаса, говорить проповедь, а молитва наша может быть только 10 минут. Вот это хорошо, 15 – это наибольшее. И это сегодня, знаете, правда, братья и сестры. Я ставлю вопрос, и его ставлю не раз перед собой, потому что, как служитель, я понимаю, что мы не вечные, и подрастают молодое поколение, дети подрастают, и мы говорим, и ставим себе, что мы оставим после себя. Мы живем сегодня в Америке, друзья, имея сегодня все то, знаете, земное, и детям намного больше еще имеют, но вопрос стоит намного больше. Почему Бог привел нас сюда, и что мы оставим после себя? И сегодня эта тревога очень большая, и по многих церквях я слышу и слышу вопрос, помолитесь о моих детях, помолитесь о моих детях, помолитесь о том, что сын или дочь оставили дом и ушли, и многое подобное, друзья. И это сегодня боль, и боль очень большая. И говоря сегодня об этих нуждах, которых братья говорят, что сегодня, знаете, много есть различных искушений, и не только для старшего поколения, но я вижу, что молодым особенно больше. Они особенно падают на это, и в этом обольщаются, знаете, и потом они стоят зависимы от этого, и отец, и мать просто разводят руками, и не знают, что делать. Братья, сестры, это сегодня правда. И или это на этом берегу, или у нас там в штате Теннесси, где бы это ни было, знаете, оно сегодня враг душ человеческих, особенно сегодня бьет по молодому поколению. Мне вспоминается когда-то пророчество, когда я еще был молодым и принимал водное хрящение, и после водного хрящения мы принимали ночью, 12 часов ночи, ночи, и когда мы пришли, и вечера Господня была, и были сосуды, и было слово, и слово было о том, что придет время, я говорю, и на тебя налажут руки, и припояжут тебя, и поведут туда, куда ты не хочешь. И это пророчество я рассказывал своей жене, она говорит, я не хочу такое, мне это трудно слышать, неужели это будет, что ты пойдешь в тюрьму туда или туда-то. Но я сегодня вижу другое направление, братья и сестры. Я вижу то, что сегодня именно, знаете, молодое поколение, оно взяло это направление, и отец, и мать, которые приходят к старости уже, они не знают как, и папа, и молодые дети говорят, папе и маме, вы пойдете с нами, пойдете в ту или другую церковь. И когда они приходят в эти церкви, они не могут вместить. Им наложили просто руки, их привели в эту церковь, они сказали просто, а нам некуда идти, нас дети туда ведут. Это тоже сегодня, знаете, такой духовный плен. Я возвращаюсь, братья и сестры, я возвращаюсь к тому, что молитва сегодня, она особенно стала, знаете, на последнем месте. Мы сегодня слышим, как говорит Даниил, знаете, знание особенно пошло. Люди говорят глубокие проповеди. Мы можем выйти, как братом было, помню, на этот ютуб или где, иначе на компьютер, и слышать разные толкования на разные места священного писания. Есть хорошие, братья, я не скажу, что все плохое. Есть хорошие, но в этом мы должны быть, как сказал Христос, знаете, особенно бдительными. Мы должны бодрствовать в этом особенно, чтобы не попасть в ту или другую зависимость. Это правда. И поэтому, друзья, знаете, мы вспоминать можем места священного писания и смотреть на молитву, как молились мужья. Оно нас поднимает, друзья, да. Если смотреть на пророка Божьего Илью и смотреть, как он молился Господу, это для нас сегодня чудесный пример. Но этот пример говорит что-то большее. И говорит о том, что когда он все это сделал, перед тем было условие пророки Вааловы и Дубравы. Они делали свой жертвенник, и все это было напрасно. Божий пророк говорит, им говорит, возможно, Бог ваш спит, возможно, что-то другое, возможно, он в дороге. Громче это делайте, молитесь. Они кололи, и все было напрасно. И написано, что сделал Божий пророк. Он поправил разрушенный жертвенник. И это, знаете, урок сегодня нам большой, друзья. Разрушенный не раз есть наш семейный жертвенник. И то, что, знаете, наши дети, о чем мы можем сегодня свидетельствовать и говорить о том, что мы помним молитвы наших отцов. Мы помним, как молилась бабушка или дедушка. Мы помним о том, как они исполнялись Духом Святым. Мы это знаем, друзья. Но сегодня молодое поколение не раз этого не знает. И это, знаете, для них закрыто. Разбитый семейный жертвенник. Это важно. Этот разрушенный жертвенник восстановить. Восстановить дома. Восстановить общение с Богом. Это главное. Следующее мы смотрим, что Божий пророк сказал, «Я есть раб Твой». И сделал все по слову Твоему. Для нас это, друзья, ответственность та, насколько мы сегодня есть те люди, которые есть, можем сказать, «Господи, я есть Твой раб». «Я раба Твоя». Поднимаем руки чистые, без гнева и сомнения. Писание говорит. Апостол Павел Химофеев говорит о том, что прежде всего прошу совершать молитвы, моления и благодарения за всех человеков. Друзья, мы можем просто молиться. Это одно. Мы можем идти перед Господем и просить у Господа моления перед Богом. Люди есть, которые кричат к Богу. Есть большая нужда. Знаете, у нас сегодня мы привыкли в этом вопросе, и у нас просто идет, как галочку поставить, мы делаем молитву. Но я говорю в церкви своей о том, что мы должны молиться, друзья. Трудно сегодня стать в проломе. В проломе за ту или другую нужду. Трудно стать за своих детей. Не раз просто опускаются руки. Враг бьет людей, чтобы разбить веру народа Божьего. И поэтому Христос говорит, вернее, ученики пришли и сказали, Господи, научи нас молиться. Я бы хотел бы, друзья мои, чтобы Бог учил нас и учил особенно молиться Господу так, чтобы молитва наша приходила при лицо Господне. И чтобы мы слышали ответ. Это, знаете, не просто молитва. Это и есть моление. О дне Ивана Христителя, до ныне Царство Божие, написано, берется силою. И человек, который прикладывает усилия, он восхищает его. Надо приложить усилия, друзья. Стать в проломе за эту нужду. Стать в проломе за молодое поколение. Стать в проломе за наших детей. За семью, за сына, за дочь. Друзья мои, этот вопрос сегодня особенный. Молиться Господу и молиться во всякое время. Мы читаем место, и братья говорили, что мы должны быть благодарны. Но перед тем написано, человек будет благодарный тот, который будет в молитве постоянной. Который будет молиться Богу. Он будет благодарен, друзья. Было сегодня, напомню это место, что люди будут не благодарны, а люди, которые ищут прелести этого мира, которые не молятся, они будут неблагодарны. Поэтому давайте мы придем в молитве перед Богом. Мы скажем просто Господу. Мы скажем наши нужды. Да, есть сегодня много различных искушений. И искушений, как и для взрослых, так и для молодых. Искушений для старших поколений. Мы сегодня, знаете, задаемся вопросом, и нам просто, как говорит Павел, я с горечью, со слезьми не раз говорю об этом, на которых мы думали надеяться, положиться, на которых думали, и что они станут в проломе, они сегодня пали. Есть и такое, друзья. И это правда сегодня. И хочется сегодня, знаете, внести это здравое, это чистое учение Иисуса Христа. Да, оно сегодня, знаете, размыто. Оно сегодня особенно в этом деградировано все. И смешано. И поэтому нет плода, друзья. Нет этого плода, который ожидает Бог. Потому что, говорит, если прибудете во мне, а слова мои прибудут в вас, то чего не пожелаете, будет дано вам, друзья. Это зависимость такая. Если мы в нем, он придет к тебе и ко мне. Если ты поднимешь, вы скажете, Господи, я сделал все по слову Твоему. Бог благословит. Бог даст ответ. Мне вспоминается Божий пророк Исайя, которому было слово, пойди к Езекии и скажи ему что-то. Сделай завещание, говорит, ибо ты умрешь. И написано, что Езекия обратился к стене и молился Господу. И говорит, вспомни, как я ходил пред лицом Твоим с чистым и неподдельным сердцем. И мы читаем Слово Господне, что Бог посмотрел на его слезу, посмотрел и услышал молитву его и дает милость ему, друзья. Но я хотел бы сказать, мы люди сегодня, и братья говорили о том, старцы говорили о том, что этой церкви было 30 лет. Вспоминали 30-летие этой церкви. Но, друзья, какое завещание оставим мы? Кому уже поза 60, я скажу? 70. Друзья, мы можем это говорить и сегодня делать юбилеи. Но, знаете, какое завещание оставим мы нашим детям? Я смотрю на Иякова, и который пришел в глубокую старость, и он делает завещание, друзья. Он призывает своих сыновей и благословляет их, и дает им каждому свой жребий. Вот это завещание. Прекрасное завещание. Завещание, которое, знаете, знали и определено было для каждого сына. Оставим мы ли это завещание этой чудесной молитвы? Что дети подрастут и скажут, отец и мать так молилась. Они молились Богу. И сходила сила Святого Духа. Благодать Божья. Это, друзья, сегодня глубокое и сильное обетование. Люди оставляют деньги, богатство, дома и делают завещание. И в этом есть проблемы не раз. Но завещание духовной жизни, благодати Божьей, силы Божьей оставить для своих детей. Пусть Бог сегодня благословит нас. Я хотел бы сегодня, друзья, молиться о том, Господи, научи нас так молиться, чтобы сходила сила Святого Духа, чтобы Бог исполнял благодатью, чтобы люди каялись, чтобы было переменам молодежи, чтобы люди не шли, знаете, потом, что папа и мама сказали, пойдем в служение, мы пойдем туда, потому что там Бог что-то говорит, Он меняет, Он преобразует нас в том или другом. Друзья, я хотел бы за это молиться. Давайте мы придем к Господу, мы будем искренне искать лица Божьего. Это трудно, друзья, это нелегко. Не отпущу тебя, говорит Божий Муж, пока не благословишь меня. Да, ставить в проломе за то, за то, чтобы сегодня пришла победа. Враг не хочет этого. Сегодня Он дал знания, дал домы нам, дал все нам для этого, но молитва пошла на очень низкий левел. Поэтому нам сегодня нужно поправить молитвенное служение. И поправить особенно в домах. И чтобы была, знаете, победа, и чтобы было в этом, знаете, рост ничто иное, оно начинается с каждого из нас. С меня и с нас, каждого. Если мы пребудем в Нем, Он придет к нам. Он благословит, Он даст рост, Он даст ответ, Он не замедлит. Он не меняется, друзья. Мы, люди, сегодня меняемся, что-то меняем в служении, меняем то, что и другое, открываем какие-то новые истины. Но Бог сегодня тот же самый. Мы вчера, сегодня и вовеки. Тридцать лет, кто-то двадцать, когда переступил порог этой земли или берег этой земли, мы были не теми, друзья. Я знаю, возможно, по плоти были не те, но и духовно что-то написано больше, что когда наш зов нешний, этот человек тлеет, то написано, внутричний с дня на день обновляется, друзья. Это сегодня твое и мое служение. И братом было напомнено слово о том, что мы идем домой, друзья. Я хотел бы, чтобы наше упование было твердым, чтобы наша вера была искренная, живая вера, которую видели наши дети и сказали, что мы вспомним нелицемерную веру бабушки или дедушки, отца или матери. Это сегодня нужно сделать, это завещание, дать вот эти обетования оставить для наших детей. Пусть Бог нас благословит, друзья. Пусть Бог утешит эту боль моя, это боль в церкви народа Божьего. Я хотел бы искренне молиться перед Господом, сердечно молиться, искать лица Божьего и просить милости для дальнейшего служения на этой земле. Аминь. Помолимся.